В далеком прошлом дубу приписывали разные свойства. Его даже считали магическим деревом. Спустя сотни лет люди все так же по-особенному относятся к этому растению. Например, проводят в его честь праздники. В Среднеохтубинском районе впервые прошел День Дуба. Волга-Охтубинская пойма насчитывает 40 гектаров лесного массива. 10 из них – это дубовые рощи. Жаль только, что из-за изменения климата и маловодья кроны этого величественного дерева начинают сохнуть. Они начинают суховершинить. Вообще-то, значит, у дуба есть своя ниша. Дуб всегда растет на гривах. Но так как у нас изменяется, во-первых, климат, меняется наш гидрологический режим, да, дубы начинают суховершини. И мы заметили, что дуб сейчас немножечко спустился пониже. И вот если вы пройдетесь по Волга-Охтубинской пойме, то увидите, ростков очень много дуба. Но они уже не совсем на гривах рост, а чуть-чуть пониже. Почему? Им там легче брать воду. Мероприятие провели и для того, чтобы еще раз напомнить о важности сохранения этого величественного дерева. Сам дуб может прожить до двух с половиной тысяч лет. Однако в Волгоградской области в среднем им по 100-200 лет. В Волга-Охтубинской пойме и того меньше. Специалисты говорят, свое дело сделала Великая Отечественная война. В полувозрелость дуб вступает где-то в 100 лет. Да, поэтому начинает свисти после 40-60 лет. У нее есть еще цветы у дуба. А желуди – это такой процесс очень действительно долгий. Вот поэтому мы всегда говорим, что надо не новые сажать дубы, а сохранять старые. Праздник День Дуба прошел по-настоящему в сказочном месте. Огромные деревья, желтые листва, вода. Погода тоже не подвела. Программа праздника была насыщенная. Мастер-классы для юных гостей, музыкальные номера творческих коллективов ближайших районов. И, пожалуй, самым ярким был конкурс костюмов. У нас сегодня образ – это старый дуб. Шикарный царь леса, старый дуб. Все сами придумали, съездили в лес, посмотрели, сделали. Ну вот и теперь приехали на конкурс. Мероприятие очень хорошее. Это сегодня похода какая отличная. Все люди собираются, готовятся. Праздник такой большой. Смотрите, сколько детишек. Осень золотая стоит. Пришедшим на праздник предлагали стать участниками необычного конкурса. За полчаса командам нужно было собрать больше всего желудей. Процесс этот интересный. Его даже сравнивают с поиском грибов. Ведь не каждый желудь подходит. Плод должен быть цельным, тяжелым, с блестящей коричневой оболочкой. Но даже при этом не из каждого вырастет большой дуб. По статистике на каждые 10 тысяч желудей вырастает только одно дерево. Но попробовать посадить это капризное растение на своем участке может любой. Растет он на разных землях. Также и в Крыму будет в горной местности расти. Но он не будет таким величественным, как здесь, допустим, в Койме или в других областях России. Это возможно сделать на любом садовом участке. Лишь бы подходил грунт. Сейчас осенью идите в лес, собирайте желуди. Осенью же высаживайте их. На следующий год, даст Бог, появится сеянца дуба. В таком формате праздник прошел впервые. Но участники-организаторы уже решили продолжению быть. День дуба теперь станет доброй традицией и будет проводиться каждую осень на территории Среднеоктубинского района.